всем привет на манеже все те же все тот же горшок труба пробковый который был и в прошлом видео в пятницу но сегодня поговорим немножко о другой его стороне поворачиваем поворачиваем так как пес немножко покрутить и обещанные подселенцы вот и вот помните у меня было видео у меня было квест рис бедоси очень красивый обязательно оставлю ссылки как в описании так и в конце видео сможете освежить в памяти или посмотреть впервые про этого товарища в общем постигла его печальная участь постигла его моя криворукость и слабость растения в общем начал гибнуть внизу один из новых росточков я полезно посмотреть боже мой что же там и легким движением руки брюки превращаются в общем вторую детку отломала просто в секунду даже не поняла как это получилось но увы и ах руки крюки вот такое а это ребятки с цветоноса цветонос засох абсолютно полностью не передавал никакого питания поэтому мне пришлось этих ребяток снять и пристроить они очень маленькие и я не стала их сажать в отдельный горшочек потому что я точно знаю что этот вариант у меня не выживает он просто очень быстро пересыхает уходит и не знаю что во мне не срабатывает но я просто действительно не могу поливать его каждый день бдить следить а если я сажаю во влагоемкую посадку то обычно она у меня почему-то сгнивает в общем не умея с влагоемкими посадками вернее она у меня даже сгнить не успевает у меня скажем так рефлекс о боже нет срабатывает быстрее потому что не могу я смотреть как три дня горшок стоит мокрым это для меня просто чудовищно болотцы и не так 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 не должно быть с эпифитами но это такой лично мой таракан потому что я знаю что в общем то очень многие люди растят именно так и очень даже удачно как по мне и то вот такое подселение я сделала пока полет нормальный честно признаюсь никакого отдельного внимания им не будет никаких танцев с бубнами да вот такая вот я жестоко и плохая могу показаться кому-то но действительно честно вот ну нету ни сил ни желания поэтому вот так люблю я вообще таких малышей подсаживать подкидывать в горшкам к орхидеям побольше потому что тогда во первых все идет в ритме идет постоянный полив я не сбиваюсь с графиков не надо никого лишний раз подливать подсушивать еще что-то лишнюю влагу большое растение забирает маленькое не страдает от переувлажнения и честно скажу не борются они за воду потому что корневая очень маленькая у этого малыша и весь максимум скажем так во время полива он получает и в дальнейшем уже ему не надо там еще какое-то время чтобы натягивать себе из субстрата и в общем то чувствует себя хорошо сидит так уже до нового года да я успела до нового года подселить ну вот пока так пока растет но посмотрим что будет я честно говоря особо больших надежд не питаю но если выживет будет очень хорошо так что вот такая вот бедоси у моей эквестерсной бедоси но это жизнь это орхидеи они живые такое бывает так что ничего страшного но понаблюдать интересно вот такой мой маленький очередной экспериментик и на этом я буду закругляться такое сегодня будет коротенькое видео кстати мне очень интересно действительно хотите пишите здесь в комментариях лучше всего пишите здесь в комментариях если тут нет то в общем то фб под постом про этот ролик буду тоже ждать и в инстаграме кому где удобно о том как вы поступаете с такими малышами вытягиваете не вытягиваете подсаживать их кому-то заматываете в мох я пробовала таких малышей вытягивать с помощью тепличек и с помощью тепличек у меня действительно очень удачный опыт единственная беда в том что у меня те малыши навечно остаются в тепличке и растут там потому что когда ты их вынимаешь и пересаживаешь в обычные условия они начинают очень быстро сохнуть и быстро со мной прощаются вот поэтому есть у меня пару малышей которые растут скажем так в банке в закрытой банке теплички я об этом уже рассказывал другом ролике но кто не смотрел быстренько повторюсь у меня их было много все удачно росли и я уже решила что пора и высадила несколько в обычном в общем-то в обычную посадку да ну у меня было просто в кору в кору сам хом и как подселенец и все три не выжили я посмотрела решено может быть рановато и через время еще раз повторилась другой партии нет выжили их только те кто остались дальше сидеть в банке поэтому они наверное там уже до конца жизни и останутся а честно скажу плодить дома банки эти я не хочу поэтому вот так и захочет жить захочет не захочет не захочет и на этом сегодняшка все всем спасибо кто досмотрел ролик до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео смотрите в описании очень много интересного оставляю различных ссылочек полезное бывает даже в конце ролика как всегда ссылочки на другие мои видео опять-таки жду жду ваш опыт очень интересно почитать в комментариях как делаете вы может я чего-то где-то пропустила и расскажете мне новое это вот действительно в комментариях очень интересные варианты встречаются очень много всего предлагают люди иногда хочется сказать голь на выдумку хитра вот поэтому да действительно жду и на это может уже совсем все и все солнечных дней пышных цветений пока пока